И снова в центре внимания лесная отрасль. Один из ключевых вопросов, который обсуждается сегодня, как повысить налоговые поступления в сфере лесопользования и лесопереработки. В минувшем году они составили 2 миллиарда 667 миллионов рублей. С этими цифрами при Ангаре уверенно лидируют среди соседних территорий. Но эта картина в целом, по отдельным же параметрам, отрыв совсем небольшой. И в этом смысле региону есть над чем поработать. Тем не менее, налоговая отдача с одного, например, заготовленного на генсивном в нашем регионе, незначительное сравнение с уделением лесопроводов. И это дает нам все основания сделать вывод на недостаточной бюджетной эффективности деятельности лесного комплекса региона, несмотря на лидирующие положения в объеме заготовки и переработке ремесивной страны. Профильным министерством уже разработаны меры для минимизации налоговых потерь. В частности, власти при Ангаре заручились поддержкой федерального центра в вопросах строительства лесных дорог и стимулирования развития перерабатывающей промышленности. Предполагается, что это позволит к 2016 году вдвое увеличить налоговое отчисление. Еще один насущный вопрос – это ход уборочная кампания. Министр сельского хозяйства Ирина Бондаренко докладывает, в пяти районах при Ангаре приступили к уборке зерновых. Согласно планам федерального центра, объемы заготовок по сравнению с прошлым годом должны существенно вырасти. Благоприятные условия были созданы. В этом году на развитие сельского хозяйства области направлено почти 3 миллиарда рублей. Губернатор Сергей Рощенко отмечает, Такая финансовая поддержка должна обеспечить рост не только урожайности, но и налоговых отчислений. На сегодняшний день нам еще не удалось добиться вот этого главного показателя. Нет увеличения ДФЛ, значит у вас нет увеличения зарплат, и у вас присутствуют так же серые схемы, как на предприятиях лесного комплекса. Это неприемлемо, потому что прежде всего от этого страдают конкретные люди, и поэтому они с территории уезжают. Глава региона поручила областному правительству проанализировать ситуацию и разработать комплекс мер, которые сделают сельскохозяйственные предприятия при Ангаре более рентабельными. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.